Но сегодня стало известно, в чем конкретно обвиняют блогера Руслана Соколовского, того, кто ловил покемонов в церкви. Как выяснили журналисты, основу обвинительного заключения составило исследование экспертов Уральского университета. Они подробно изучили видеоролики, которые Соколовский выкладывал в интернет. И вот к каким выводам пришли. Блогер, цитата, отрицал существование Бога, основателей христианства и ислама, осмеивал значимые религиозные предписания и обряды мусульман. Верующих метафорически представлял как больных и идиотов, унижал религиозное достоинство нецензурной бранью, стилизованной под церковное песнопение. Патриарх Кирилл, подчеркивается в материалах, стал объектом унизительных оценок, а Иисус Христос был наделен качествами покемонов и зомби. Всего в деле Соколовского 17 эпизодов. Его обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса. Расследованием занимался следователь по особо важным делам, а оперативным сопровождением региональный центр по противодействию экстремизму. Накануне дело передали в суд Екатеринбурга. Учитывая обвинительные заключения, можно предположить, что для ловца покемонов все закончится более чем серьезно. В студии Николай Соколов. Николай, приветствую. Здравствуйте, Алексей. Ну что, похоже, доигрался? На самом деле, дело покемонов, только верхушка айсберга. Скорее всего, получится продолжение. Ну и кроме этого, судить будут не само за оскорбление чувств верующих, а именно за высмеивание прав этих верующих. Профессиональному филологу или журналисту труда не составит понять, как размещенные на этой странице видео могут повлиять на аудиторию. Особенно подростковую. Главный принцип – невозможность видео проанализировать, а сделать так, чтобы кто-то поверил сказанному сразу. Соколовского отпустили под домашний арест. До этого был в изоляторе. Причем в присутствии телекамер пожаловался, там не дают ему читать его любимые книги. Но в региональном управлении службы исполнения наказаний данные опровергает. Библиотека масштабна. В ней собрание сочинений из классики не только русской, но и зарубежной литературы. Даже находясь под арестом, кстати, его то ли сторонники, то ли бизнес-партнеры размещают видеокомментарии Соколовского в интернет. Для многих он автор тех самых кадров, когда ловил покемона в виртуальной игры прямо в храме. Якобы за это и посадили. Но оскорбление чувств верующих – лишь, как мы сказали, верхушка айсберга. Если присмотреться к его странице внимательно, пропаганда жестокости и насилия. Причем популярные видеохостинги считают, что такое могут смотреть и дети. И они смотрят. Прошлый год вот к нам в комиссию пришло более 5000 заявлений граждан о пропаганде ненависти, вражды, экстремизма, пропаганде терроризма в интернете. Наши специалисты изучили более 5000. Вот в большинстве из них вот эти нарушения носят совершенно очевидный открытый характер. Вот лишь некоторые названия размещенных им видеороликов, в которых он выступает. Групповое издевательство, лесбиянки в видеочате, ну и, конечно, например, изнасилование школьниц. Мы внимательно изучили не только его страницу, но и сторонников. Например, некое движение за гражданскую активность молодежи. Звучит красиво, но среди подписчиков дети, которым внушают, что родители почти всегда неправы. Они говорят, пока я тебя содержу, пока ты живешь в моем доме, ешь мою еду, пока живешь на мои деньги, ты будешь делать то, что я скажу. Ну как вот после таких заявлений можно что-то вякать о родительской любви? Среди его сторонников и подписчиков обсуждаются, например, новые права. Дети не принадлежат родителям, они принадлежат сами себе. Заблокировать обещают за пропаганду авторитарных идей. Причем в одном списке оказался и фашизм, и русский шовинизм. Подростки этому верят и даже вдохновляются. Например, читают сочинения прямо в классе. Используя псевдонаучные теории в прошлом, да и сейчас тоже, только в меньшей степени, такие теории использовались против женщин, святых людей, людей с инвалидностью, стариков, бедняков и ЛКБТ-людей. Это сочинение ученицы школы номер 12, город Урай. Попробовали его найти на карте. Ханты-Мансийский автономный округ. Соседствует, кстати, со Свердловской областью, где и организовал свои офисы-студию Руслан в Екатеринбурге. Он не местный, родился в Курганской области. С первого курса местного психфака ушел и уехал в Свердловскую область. Поступил в гуманитарный, негосударственный, юридический. В прошлом году Рособорнадзор за нарушение предписаний закона этот вуз закрыл. Если бы хорошо учился на юрфаке, то знал бы, по какой статье может попасть в тюрьму. Эксперт определил, да, этот человек не просто не верит сам и об этом публично заявляет, что я атеист и для меня это все глупости. Но он дает этому большую оценку, негативную оценку, причем именно используя такие вот инструменты высмеивания конкретных вопросов публично. Ролик, явно оскорбляющий представителей одной из крупнейших конфессий, собрал больше 262 тысяч просмотров. Так что признак публичности налицо. Но вот сам блогер свою деятельность считает жанром стендап-камеди. Здесь 300 тысяч человек поклонников, и я вообще по идее собирался в стендап-тур по городам России, чтобы выступать со своими юмористическими выступлениями. Я вообще по большому счету занимался тем, что делал развлекательный контент. Кто платил за такой контент, вопрос спорный. Только реклама помогла. Следователи провели обыски в квартире блогера. Оборудование изъято. Среди них не только компьютеры, камеры, но и средства скрытого наблюдения. Пока что обвинения по видеороликам в отношении чувств верующих. По данным следствия, в период с мая 2013 по сентябрь 2016 годов, обвиняемый, используя доступ к информационной сети интернет, изготовил и разместил на интернет-хостинге YouTube 9 видеофайлов, которые, согласно проведенной в ходе следствия экспертизе, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. Суд начнется уже в марте, но не исключено, что могут быть новые обвинения, пропаганды насилия и жестокости. Впрочем, решение только за следователями, а еще родителями, детей, которые подписаны на его аккаунт. Николай Соколов об экстремизме и покемонах.